привет друзья приветствую вас у себя на канале сегодня вместе с вами будем печь очень вкусный торт мужской идеал торт готовится очень легко из доступных продуктов и получается очень и очень вкусно а перед тем как начать не забудьте подписаться на мой канал нажать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео и давайте готовить для нашего торта нам понадобится конечно же мука у меня уже просеянная обязательно просеивайте муку сахар 8 яиц грецкие орехи у меня домашние немного темные мед у меня густой мед если у вас жидкий мед берите вдвойне больше здесь у меня две полных столовых ложек но если жидко бить 4 сода и ванильный сахар первым делом в миску разбиваем яйца я яйца всегда разбиваю по отдельности чтобы не попало не скорлупа и яйца были не испорченные разбиваю добавляю миску разбила яйца к яйцам добавляем щепотку соль скажу что у меня продукты рассчитаны на большую против у меня против противень стандартная 30 на 40 сантиметров если у вас противень маленькая то рассчитывайте по вашему противню немного яйца взбиваем солью слишком взбивать не надо это тесто просто для быстроты буду использовать миксер но вполне подойдет и лапаем венчик немного взбила яйца добавляю сахарный песок благодаря сахарном песку в этом рецепте идет немного больше сахарного песка тесто получается карамель на цвета и вкус получается карамельный и немного взбиваем вместе с сахаром до получения немного светлой массы слишком долго я не буду взбивать яйца немного посветлели и увеличились в размере буквально 2 минуты я их перемешивала к яйцам добавляем остальные ингредиенты добавляю мед ванильный сахар соду еще раз все вместе перемешаем и будем добавлять уже муку все еще раз перемешали и добавляем муку могу буду добавлять и перемешивать миксером но оборот буду ставить на единичку у меня здесь разные режима я ставлю на слава самый слабый сразу добавлю все у меня здесь все уже рассчитано и на малых оборотах будем взбивать перемешивать все хорошенько перемешали на этот момент нам миксер уже не нужен тесто готовится очень быстро и на этот момент уже должна быть духовка у нас разогрета я уже включила духовку на 170 градусов но вы ориентируйтесь по своей духовке у всех духовка разная печет по-разному все еще раз перемешаю лопаточкой чтобы не оставалось мука снизу должна получиться такая густая густая основа до густое тесто ставим в сторонку измельчим грецкие орехи я орехи буду измельчать блендером так получается быстрее вы можете нарезать ножом чтобы она была не слишком мелкая я слишком мельчить не буду чтобы чувствовать под зубами просто для быстроты измельчу на блендере измельчил орехи смотрите такие и мелкие крупные кусочки вот на такие так вкуснее получается орехи добавляем к тесту еще раз все лопаточкой перемешиваем это тесто должны разделить на три части если у вас такой глаза алмаз вы можете разделить на глаз или на весах я буду разделять чтобы было точно с помощью весов маленьких таких кухонные весы у меня есть тесто вот такое должно быть вставай в сторонку я же застелила противень пергаментной бумагой у меня очень качественная пергаментная бумага силиконовым покрытием берите качественную бумагу если вы не знакомы с этой бумагой или у вас новость или что-то прилипает обязательно смажьте подсолнечным маслом с любым маслом потому что здесь много сахара и мед она может прилипнуть для страховки обязательно смажьте масло тесто выливаем в противень я уже сказала должны сделать три коржа разравниваем лопаточкой тесто у нас густое и должны лопаткой разровнять тесто разровняла повторю что духовка должна быть уже разогретой ставим в духовку на 170 градусов до получения красивого карамельного цвета и так все три коржа пока выпекаются коржи приготовим очень вкусный крем у меня здесь размягченное сливочное масло комнате комнатной температуры и две банки сгущенного молока вареного вареного который называется и риска с этим очень вкусно получается сначала будем взбивать сливочное масло потом постепенно добавим сгущенное молоко сливочное масло сбила вот получилась вот такая пышная и постепенно начинаем добавлять молоко и риску чтобы крем получился хороший и масло и варенка должна быть у комнатной температуры немного добавляем и взбиваем наш крем уже готов коржи испеклись крем готов и начинаем собирать наш тортик вот такой пушистый крем у нас получается и очень очень вкусный ставим в сторонку все листы приготовились крем готов и начинаем собирать наш тортик смотрите какого цвета он получается цвета ириса и коржи обязательно между коржами оставляем пергамент потому что в нем мед и сахар сахара тоже много они прилипают друг другу поэтому после того как будете доставать из духовки обязательно ставьте между ними пергамент крем визуально делим на три части и начинаем собирать наш тортик смазываю уже третий слой скажу что крема достаточно хватает таким толстым слоем смазали все три слоя ставим сторонку смазали торт крем и вставлю в сторонку беру стакан грецких орехов будем украшать торт грецкими орехами буду измельчать на блендере но слишком в крошку не буду делать вот такую крошку сделала не слишком мелкую в муку не превратил и начинаем посыпать наш тортик это очень вкусно надеюсь вы тоже приготовите по этому рецепту и вам обязательно понравится наш тортик готов ставим в холодильник на полтора или два часа после этого выну нарежем посмотрим что у нас получилось это очень вкусно наш тортик хорошо пропитался он оставался в холодильнике больше двух часов разрежем края уберем мы не будем убирать эту самую вкусную часть и буду нарезать на ромбики разрезаем на ромбики по этому рецепту тесто получается очень вкусно похоже на ирис попробуйте приготовить я уверена вам понравится это очень вкусно вот такая красота и вкуснота в итоге у нас получилось ребята это очень вкусно необычное тесто тесто похоже на ирис очень вкусно получается попробую много орехов вкусный крем очень вкусно надеюсь вам понравится этот рецепт и вы тоже приготовите по этому рецепту а кому понравилось ставьте лайк подписывайтесь на мой канал пишите комментарии всем пока пока субтитры сделал DimaTorzok